Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры, с вами Роман Манимир. Сегодня коротко и ясно постараюсь рассказать о, скажем, такой ключевой версии ScalpTrade, которая недавно так была разработана. Есть статистика, но главный принцип, чтобы каждый из вас понял, что можно использовать абсолютно каждый, именно те, кто хочет получать доход каждый день, каждую неделю, пассивный или полупассивный доход. И это флетовая версия, она называется FlatPips, она приближена к скальпингу, потому что она ScalpTrade. Здесь меньше тейк, меньше шаг, мы об этом все поговорим. Плюс я вот покажу на реальном примере, вот в ВП стоит ряд пар, на данном случае это AudiFranc. Самое важное, что, чего я начну, здесь максимально прозрачные правила, когда нужно запускать пару, выбираем понятный инструмент, ставим торговый робот и он работает до какого-то периода. Значит, сразу начнем с того, и плюс я где-то буду немножко рисовать. Главный принцип, давайте сейчас вот с ВП сойдем немножко, вот, открою Payne. Значит, смотрите, первое, значит, вопрос, точка открытия запуска робота. То есть, еще раз говорю, робот, он просто автоматизирует наши действия. То робот не должен давать сам сигналы. Поверьте, все роботы, которые сами заходят по сигналу, рано или поздно сливают. Мы трейдеры, мы там аналитики, мы понимаем рынок, мы увидим лучше, поверьте, чем любой робот. Поэтому, условно понятно, что нам нужен какой-то флэд, значит, понимаете, есть какой-то график, вот, образно говоря, есть верхняя граница и нижняя граница. Притом мы будем говорить это про недельный график, нужно понять, недельный, максимум дневной. То есть, это достаточно серьезный таймфрейм, на котором, скажем, ошибиться можно, но редко, чем на маленьких, да, периодах. И смотрите, то есть, скажу сразу по-простому, точка входа, запуска настроек для торгового робота, то есть, мы изучаем там биткоин, золото, нефть, евро, доллары, кросс-пары, там, золото, серебро, неважно, будет вот где-то точка здесь. То есть, есть условный флэд, и нам нужно, чтобы цена где-то была вот здесь находилась, не сверху, не снизу, потому что они забываем его работать и в бай, и сел одновременно. И он, запускаемый образно здесь робот, и он начинает ходить, бай закрывает, например, и сразу открывает сел. Здесь, понятно, висит просадка, значит, бай, он закрылся, сел закрылся, бай закрылся. То есть, это идеально, чтобы он вот так ходил, 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 и, поверьте, достаточно долгий период пара именно так ходит. Если правильно выбран флэд, именно боковое движение, рейндж, разумно, вот, понятно, рано или поздно цена куда-то придет. И когда она придет вот сюда, на верхушку, мы отключим покупки, оставим только продажи, и после того, когда цена опять чуть-чуть пойдет вниз, закроют еще и продажи, мы полностью отключим инструмент. То есть, мы работаем постоянно, как бы, в бай, вот, смотрите, например, ауди франк, мы уже не первый раз работали, образно говоря, если там на недельном графике, видите, мы были в верхней границе, нижней границе, мы сейчас об этом еще поговорим, но смысл в том, что он уже закрывался, здесь бай закрыли, закрыли сел, включили опять в обе стороны, опять он работал, работал, вот тут пришли бай, закрыли, сейчас сел закрыли, сейчас сел закрыли, сейчас у нас бай. То есть, идеально, чтобы пара работала в обе стороны, одновременно, но когда мы приходим к границам, тут тоже есть определенные критерии, сразу могу сказать, что критериями отключения пары в одну из сторон, тоже является достаточно просто, то есть, да, вы можете там уровни рисовать, но я стараюсь максимально упростить для людей теми индикаторами, которые есть метатологические, трейдеры, это RSI и стахастик, два индикатора, они оба на дневном графике, в данном случае, должны прийти в зону ниже 30%, по стахастику 20%. То есть, видите, вот здесь мы просто RSI и стахастик одновременно были внизу, поэтому мы сел закрыли, то есть, у нас продаж нету, вот сейчас идет покупочка, осталось немного, и очень важное правило, это очень важно, я замечаю, что некоторые его нарушают, так как наша задача зарабатывать в обе стороны и быть вот в таком, скажем, дичайшем боковом движении, вот это идеально, вот тут мы должны чуть ли не месяцами сидеть и зарабатывать, но как только это дело все выходит, значит, как только вот это, то есть, у меня продаж уже нету, видите, в настройках робота, вот здесь выходные параметры, видите, у меня стоит продажа и усреднение fails, fails, то есть, они продажу блокируют, остались только покупки, покупки, и как только покупки закроются, нужно покупку тоже закрывать и, по сути, схлопываем всю пару, отключаем робот, все, пара, говорим спасибо, наблюдаем дальше. Да, если мы там на следующий день, не важно, через день снова анализируем новые инструменты и он нам подходит под фактор флета, да, мы можем заново ее запустить, что и было, например, по паре австралийц-швейцарский франк, что мы поработали какое-то время, потом смотрим, опа, условия-то выполняются для входа, то есть, закрытия, в принципе, дневного графика достаточно, не договорил еще по поводу включения пары, то есть, если я говорил, что это недельный график, с одной стороны мы образно, смотрите, первое, что тоже достаточно легкое, без уровней, без ничего, смотрим RSI на недельном графике, если он находится в районе 40-50-60%, то есть, середине движения, только RSI, с хасек не берем, это уже первый признак, что нам пара подходит, второй признак, облако и шумок, видите, вот это облако и шумок, он здесь тоже в индикаторах, он является, притом, трендом, это, если RSI это осциллятор, то это трендовый индикатор, значит, здесь очень важный такой момент, недельный график и дневной график, важно, чтобы цена находилась внутри облака, либо очень рядом возле него, если это соблюдается, значит, это флэт, если кто, ну, я отдельное видео записывал по и шумоку, это достаточно трендовый индикатор, который показывает, куда идет тренд, вверх или вниз, но когда цена внутри, это неопределенность, это что не есть самый флэт, то есть, первое, RSI недельный 40-60 зона, это недельный график, а второе, это дневной недельный график и шумок, цена должна быть внутри облака, или прямо очень-очень близко, все, если эти выполняются в два условия, значит, можете смело запускать, закидать робот, открывать инструмент, ставить настроечки, вот здесь, по валютным парам, скажу, у меня 0,04 на каждые 15 тысяч долларов, либо 0,04 на центном счете 150 долларов, вот такой расчет, если я беру там нефть, золото, серебро, то в два раза меньше лото, более дорогие инструменты, есть тейк-профиты, по валютам, есть не валюта, по нефти, золото, они отдельные, то есть, например, в среднем у нас тейк-профит 180, 150, ну, по кросс-парам 180, по обычным парам 150, скажу так, шаг всегда где-то в полтора раза больше, чем тейк, то есть, сразу могу сказать, в сравнении с другими версиями, мы тут входим микролотами, то есть, здесь лучше много по чуть-чуть, чем сразу, ну, и много, понимаете, поэтому сделано именно таким образом, чтобы хватало депозита, хватало, вот, все это дело выдерживать, вот эти большие движения, потому что рано или поздно флэт заканчивается, и идет тренд, и к этому тоже есть момент, это я отдельно на практике рассказываю, что если все-таки с флэтом мы выходим, чуть ли не без откатного, как с этим работать, это отдельная система, как грамотно, там, увеличивая шаг, понимая, куда цена может пойти дальше, образно говоря, что для этого сделать, к этому останавливаться мы сейчас не будем, например, вот та же нефть, да, у нас нефть, видите, цена находится на недельном в облаке Шимоку, на дневном графике, да, а на недельном тоже в облаке Шимоку, единственное, оно достаточно узкое, желательно, чтобы вот такие были, вот такие, видите, широкие, широкие зоны, это говорит о более неопределенности, чем вот такой сужающийся облака, это говорит, что тут можно прорвать линию и пойти в какой-то сильный тренд, так, то есть это я показал, значит, вот пример тоже евро-доллар, смотрите, мы работаем сейчас в обе стороны, на демографике мы вырвались там образом, из Шимоку, а на недельном прямо в нем играемся, поэтому мы работаем пока в обе стороны, и РСАЯ показывает нейтральную позицию, то есть ход я объяснил, я думаю, все понятно, поверьте, берете 30, 40, 50 инструментов, накидываете, анализируете, ага, есть на недельном РСА, есть в облаке Шимоку, D1 неделька, все, запустили, включили, и он шпарит каждый день, зарабатывает в обе стороны, хотите больше зарабатывать, ставьте больше лотность, то есть мои расчеты такие, 0,04 на каждые 15 тысяч долларов реального счета, или 150 долларов центового счета, ну, главное, чтобы центового счета были на брокерах, хотите больше лотность, то есть если я рассчитываю на 8-15 процентов в месяц, соответственно, ну, вы можете увеличить лотность в 2-3 раза, увеличить тем самым доходность, но и риски. Так, это, я думаю, в принципе, понятно, да, то есть робот тут обязательно нужен, чтобы он работал одновременно в две стороны, вы можете всегда включить в любую сторону, можете включить в одну сторону, но суть не в этом, мы сейчас говорим про флэтовую версию, как она работает, то есть нашли флэт, запустили, вот, видите, дергаемся, дергаемся, пошли верхнюю границу, отключили, закрыли, дальше анализируем, опять запустили, опять закрыли вверх, опустили, здесь снизу закрыли, бай, ой, то есть пошел бай, то есть вот это максимально идеальный вариант работы в таких движениях, вот, в данном случае, как евро-доллар. Так, я думаю, с этим понятно, и, в принципе, видите, инструментов достаточно, то есть вот евро-ауди, например, у нас сейчас долго он работал в сел, бай и сел, бай сейчас отключили, потому что мы пришли, смотрите, на D1 верхнюю границу, выше 70% в данном случае РСА и стахасик, поэтому бай отключили, нужно движение в сел, это микролоты, не бойтесь вот этих много сделочек, это не какими-то большими лотами по отношению к депозитам, так я называю, это микролоты, это деление там на 5-10 частей минимальной лотности, поэтому здесь бай закрыты, как только сел, сетка закроется, пара будет полностью отключена, даже если мы будем находиться прямо в условиях запуска, скажем, заново в обе стороны, такое может быть, вот как аудио-франк, лучше это сделать там на следующий день, через день, но вот это правило лучше не нарушать, потому что оно потом часто перестает в тренд, и мы потом жалеем, у меня было такое по евро-астралийцу, не закрыл, что закрыл бай, сел, а сел не забыл закрыть, и в итоге он потом, то есть бай не закрыл, а он пошел вниз, пришлось увеличивать шаг, и постепенно, да, я все закрыл, поэтому как только первая сетка, вот в данном случае аудио-франк, как только она закроется, вот эти сделочки вверх, потому что сел мы давно уже закрыли, я схлопну, вот видите, чуть осталось, я схлопну эту пару, отключу, и скажу ей спасибо, и буду анализировать следующее, если завтра, послезавтра, не знаю, через еще два дня она опять будет выполнять мне условия, ну давайте посмотрим, вот, на неделе она в нижней границе, скажем так, и шумоку на дневном, давайте посмотрим, где она, она очень далеко, вот видите, вот она сейчас мне неинтересна с точки зрения D1, цена достаточно далеко ушла от облака, пусть даже на D1, то есть пока это, вот если он сейчас закроется, запускать, если оно вот сюда вернется выше, вот сюда вверх, и будет в облаках опять висеть внутри облака, достаточно широкого, и RSI тоже мне будет показывать, ну вот видите, на неделе он график, в принципе он нормальный, но нейтральный, тогда я опять запущу, вот это очень важный момент, так, ну и в принципе, вот такая работа, вы включили, работаем, работаем, включили в одну сторону, забыли, то есть в принципе, я думаю, что понятно, вот эта вся схема, она, так как, смотрите, я скажу, 80% всего рынка, если кто не знает, это flat, это не трендовые движения, вот именно range, вот такие вот такие движения, и вот чем больше вот таких движений, чем больше мы такие пары, то есть у нас получается всегда есть инструменты, которые ходят в окрытие, поэтому мы чаще зарабатываем, и так как мы работаем в обе стороны, в отличие от других, там, расширенной версии, там, классической, это чисто трендовые версии, там надо нам именно вот такие движения, понимаете, нам надо, там вот так, образом мы работаем, бай-бай-бай, и все, а здесь нам такое не нужно, то есть там тренды не нужны, мы должны их избегать, вот, и, ну, не обращаю внимание, что я хотел бы обратить, все-таки недельный график, это достаточно серьезный такой таймфрейм, на котором много что видно и понятно, и одно дело ошибиться там на h1 в часовике, другое дело на неделю ошибиться, это намного сложнее, да, и цена видит эти уровни, и, как правило, как минимум, отскок делает. Вот, в принципе, то, что я хотел рассказать, я думаю, кому интересно, очень важно здесь, опять же, симбиоз, скальтеры, это, так сказать, симбиоз, трейдер думает, есть четкие параметры, когда открывать инструмент, даже банальные индикаторы есть, я считаю, что просто и понятно, я выложу это, есть четко, когда отключить в одну сторону, потом, как только закрывается сетка в обратную, первый же раз, закрыть второй раз, вот у меня сейчас по нефти то же самое, мы закрыли продажи, как только нефть закроет бай, вот, там буквально одна сделочка, или сколько там, две, вот, видите, все, я закрываю, я не буду работать нефтью в бай, если там тренд вверх, то это лучше ставьте себе в расширенную версию по тренду и работать, здесь мне нужен флэд, поэтому, как только в обратную сторону мы определили, как только закрывается сеточка, все закрываем, склопываем, забываем о паре, и, в принципе, я думаю, что так как мы работаем в обе стороны, работаем микролотами, мы не загажем, там, не загоняем депозит свой, у нас есть даже система выруливания, если все-таки недельные флэты будут проломлены, вот, поэтому пользуйтесь симбиоза, трейдер-робот здесь все равно соблюдается, не верите, что просто робот вам будет зарабатывать деньги, он просто делает вместо вас всю работу, вот вы сейчас, мы с вами проанализировали, положили пары, пошли реально достать недельный график, то есть вы можете там неделю практически ничего не делать, кинули, то есть через день-два, поверьте, не поменяется ситуация, что вам придется отключать инструмент, это очень редкий случай, правило, через неделю вы только будете думать, отключить ли пару в одну сторону, вот так это все работает и приносит доход каждый день, каждую неделю, практически пассивный, ну, полупассивный я назову так доход, и будет интерес абсолютно каждому человеку, это не пирамида, не хайпит, это реальный рынок, реальная, скажем, система полуавтоматическая, где человек думает, трейдер-робот зарабатывает. Надеюсь, информация была полезна, обращайтесь, открывайте счет, дадим торговый робот, включайте пары и зарабатывайте вместе с нами. С вами был Роман Манинер. Это был забрид. Ах, юмай.